В мире, я думаю, почти не осталось людей, у которых нет домашних животных. Среди всех животных есть такое, которое никогда не предаст человека. И это животное собака. Она выделяется среди всех своей невероятной любовью к человеку. Сложно найти более преданного спутника, чем собака. Люди приходят и уходят, могут предать, а любимый питомец не предаст никогда, потому что хозяин для питомца является смыслом его жизни. Сегодня я расскажу вам две трогательные истории, которые не оставят вас равнодушными. Эта история произошла несколько лет назад в Китае. Один мужчина решил завести собаку, но решил, что не будет покупать питомца. И он отправился в местный приют, чтобы осчастливить какую-нибудь несчастную собаку. Важно понимать, что когда люди решаются на подобный шаг, они в определенной степени рискуют. Домой они берут животное с историей, с прошлым и, конечно, с эмоциональным багажом. Впрочем, герой этой истории не боялся трудностей, и ему действительно хотелось подарить брошенному животному дом. Золотистый ретривер с добрыми, но грустными глазами. Вот на кого наконец-то пал выбор. Мужчина забрал этого пса домой и уже через несколько дней понял, что ни капли не жалеет о случившемся. Пес очень скоро стал настоящим членом семьи. Эта собака была дружелюбной, преданной, ласковой и послушной. Словом, идеальная собака. Однако была у ретривера одна очень необычная черта. Каждую ночь, когда хозяин ложился спать, пес садился рядом с перегородкой, отделяющей спальню от коридора, и не сводил с хозяина глаз. Поначалу мужчина решил, что собака не до конца привыкла к нему и новой семье, и просто не может спать в нормальном незнакомом месте. Однако проходили дни, а эта привычка осталась. К тому времени мужчина уже успел привязаться к собаке, и, конечно же, он хотел понять, в чем же дело. Сначала он думал, что пес просто недостаточно устает. Тогда хозяин начал чаще играть с собакой, и все свободное время тратилось на игру. Ретривер от такого внимания был счастлив, однако ночью ничего не менялось. Собака по-прежнему отказывалась спать. Ветеринар также не сказал ничего дельного. Поразмыслив немного, мужчина решил отправиться в приют, откуда забрал ретривера. Это был последний шанс узнать, что же не так с его собакой. И вот тут ему наконец-то улыбнулась удача. Сотрудники приюта рассказали, как к ним попал ретривер. Оказывается, всю свою жизнь собака вполне счастливо жила со своим прошлым хозяином. А потом его бывший хозяин женился, и в семье появился ребенок. Предыдущий хозяин понял, что не справляется с ответственностью и больше не может позволить себе держать пса. Однако он не смог найти в себе сил взглянуть животному в глаза во время предательства. Поэтому мужчина дождался, пока собака заснет, а затем отвез ее в приют. Так золотистый ретривер заснул дома в окружении семьи, а проснулся один в совершенно незнакомом месте, никому не нужной и брошенной. Эта история задела за живое нового хозяина собаки. Получается, по ночам пес не мог уснуть, потому что боялся, что его снова бросят, и не доверял людям. Вернувшись домой, хозяин собаки убрал заграждение с двери и сделал место для собаки около своей кровати. Теперь ретривер мог лежать по ночам в хозяйской комнате. Понадобилось еще очень много времени, чтобы пес забыл предательство и смог наконец-то спать по ночам. Это реальная история, произошедшая в 1974 году, статья о которой была опубликована в Комсомольской правде. В аэропорту у Нукова была объявлена посадка на рейс Ил-18, который отправлялся в Норильск. Пассажиры суетились, торопясь занять свои места. Только один из них не спешил, вежливо пропуская остальных. Этот человек собирался лететь с овчаркой. Очевидцы, сотрудники аэродрома, говорили, что у хозяина было два билета – на себя и на собаку. Но не было медицинской справки для собаки, поэтому овчарку на рейс не пустили. Ее хозяин долго и горячо доказывал, уговаривал, умолял, но безуспешно. Тогда человек обнял овчарку, снял с нее ошейник и отпустил на свободу. А сам с огромным чувством вины пошел к самолету. Собака, подумав, что ее отпустили гулять, сделала круг вокруг самолета. Когда она вернулась на прежнее место, трап уже исчез. Овчарка стояла, непонимающе глядя на запертую дверь. Самолет покатился по полосе, постепенно разгоняясь. Овчарка бежала за ним следом столько, сколько хватало сил. Но самолет взлетел и исчез в небе. Овчарка осталась одна на опустевшей взлетной полосе. Она провела там довольно много времени, подбегая к каждому вновь взлетающему самолету. Вячеслав Александрович Валентей, командир экипажа другого ИЛ-18, заметил одинокое животное. Он связался с аэродромной службой и попросил отыскать хозяина потерявшейся овчарки, чтобы ее случайно не задавили. Вячеслав Александрович неоднократно видел ее и позже, думая, что это овчарка одного из живущих неподалеку от аэродрома портовых служащих. Но он ошибался. Собака жила на аэродроме недалеко от взлетной полосы. Позже она перебралась под вагончик к строителям, откуда ей были хорошо видны прибывающие и взлетающие самолеты. Когда подавали трап, она бежала к самолету в надежде встретить хозяина. Персонал аэродрома прозвал ее Пальма и полным составом подкармливал ее. Но близко к себе людей собака не подпускала, за исключением одного человека – техника Николая Васильевича Володина. С ним собака вроде бы поладила, однако с аэродрома уходить не соглашалась ни в какую. Видно, боялась пропустить свой рейс. Пальма по-прежнему встречала каждый прибывающий самолет, вставая у спущенного трапа и глядя на проходящих мимо людей. Затем уходила на свое привычное место. Что же было дальше? Это волновало авторов тысячи писем, адресованных знаменитой комсомольской правде, опубликовавшей статью о собаке, два года ожидающей хозяина на аэродроме. К сожалению, владелец не явился за овчаркой, испугавшись общего осуждения после стольких месяцев разлуки. Однако пилот Вячеслав Александрович Валентей получил анонимную записку, автор которой утверждал, что около двух лет назад оставил овчарку на московском аэродроме. Описывая свою собаку, он уточнил, что у нее порвано ухо и болен левый глаз. И именно поэтому он не смог получить медицинскую справку. Поскольку о больном глазе не упоминали газеты, можно предположить, что автор записки подлинный хозяин Пальмы. Сотни читателей этой газеты отслеживали судьбу потерянной овчарки, и каждый мечтал забрать ее к себе. В конечном итоге Пальма отправилась в Киев с доцентом педагогического института Верой Котляревской, которой пришлось приложить неимоверное усилие и большое терпение, чтобы вызвать у овчарки доверие. Перелет из Москвы в Киев Пальма провела под действием снотворного в компании новой хозяйки и ветеринара. На новом месте Пальма вначале чувствовала себя некомфортно, однако со временем прижилась и на радость хозяевам родила трех щенков. Эта история легла в основу фильма на привязи у взлетной полосы, снятого в Киевской киностудии в 1988 году. Я очень люблю собак. Наверное, собаки были созданы, чтобы показать нам, что такое преданность. У меня есть собака порода Доберман. А какой порода собака у вас? Любите ли вы собак? Пишите в комментариях.